Здравствуйте! Вот как принято во время чтения курса, лекции или изучения предметов в школе, и учебники так обычно составляются, сначала идет основной материал, теория, а в конце некий практикум. Вот у нас сегодня будет практикум по демографии, все будет чисто конкретно, домашними средствами, как, значит, моделировать развитие, изменение демографической ситуации. Я все пропагандирую за использование в процессе усвоения знаний компьютера домашнего, в котором есть Excel. Excel – это электронные таблицы, да? Вот так, Excel, в общем, не выговорить все эти английские слова ученые. Электронные таблицы это называется. А в этих электронных таблицах можно читать, как в калькуляторе. Я вам уже не раз это пытался показать. Но не совсем как в калькуляторе, а как, скорее, в программированном калькуляторе. Ну, скорее, даже не как уж в программированном калькуляторе. Это очень напоминает программирование старые времена, которые было, на таких вот старинных, очень слабеньких, но очень больших, очень чудных компьютерах, было программирование в кодах. Там, значит, надо было указать код операции, из какой ячейки взять один операнд, скажем, одно слагаемое, с какой другой операнд, и куда поместить результат. Тут точно самое, то же самое. Только если в программировании вот этом вот ассемблера, еще есть такое слово ученое, если вот в том программировании, значит, указывается номер ячейки, адрес, то здесь адрес указывается наглядно. Просто вот на карте этой, на схеме, скажем так, памяти, некого кусочка памяти компьютера, который называется электронной таблицей, вот в каждой ячейке может быть или число, или результат какого-то вычисления. Вот такое вот наглядное, это называется объектное программирование, кстати говоря. Очень удобная вещь, рекомендую вам освоить ее. Сейчас я вам расскажу некие опыты, ну и вы порадуетесь с нами за их результат. Даже если вы не умеете пользоваться экселем, надеюсь, что-нибудь до вас мы доведем. Значит, в свое время я сначала вам расскажу очень простую попытку предсказать конец света, да? Ну, условно предсказать. Условный конец света. Вообще, лучше сказать, это не конец света, это... Переход, когда переполнение, переполнение Земли, наверное, будет людьми, и переход от какого-то вот старого, современного, к какому-то совершенно новому. Новому, да, то есть тот момент, в котором обязательно должен произойти демографический переход, это называть слово такое. Иначе просто земля вот исчезнет. Иначе земля переполнится, да, переполнение, авост, аварийная остановка. Вот, но это, конечно, некая абстракция, вот такая модель. Но, тем не менее, вот оказывается, вам об этом говорили в свое время в нашем курсе, оказывается численность населения очень хорошо в плане таком вот, ну, многих веков, да, в многовековые, значит, тенденции изменения населения. Кстати, никто не знает, откуда, кто, по крайней мере, я не знаю, откуда авторы этой модели брали данные, скажем, о численности населения земного шара, там, в 400-м году нашей эры. Я не знаю, откуда. Они даже еще до нашей эры это оценивали. Ну, какие-то оценки, так сказать. Экспертно-среднепотолочные, отфонарные. Я могу сказать, что даже устанавливает население предков, вот, человека, ну, там, полуобезьян, по количеству, по процентному количеству скелетов, которые были, сколько из них не сохранилось, сколько из них дошло. То есть, например, там, одного вида наших предков было 200 тысяч, другого уже 1 миллион было. То есть, в принципе, это все оценивается по количеству найденных скелетов. Ну, тогда я проговорюсь. И по их скучности. Тогда я проговорюсь о том, как оценивать, скажем, численность населения Руси средневековой. Есть замечательный город, такой, Рязань. А есть такое замечательное городище, старая Рязань, которая погибла, в общем-то, в одночасье. И на месте этого городища, этого города, старая Рязань, не возникло новое поселение. Или возникло, но сразу захерело. Это не тот город Рязань, а тот город, который погиб под ударом полчищ Батыя, так это говорят обычно. И вот так получилось случайно, да, очень удачно для археологов получилось, что был у них отряд дозорный. И в пати Калаврат им командовал. И отряд этот должен был следить и смотреть, не идёт ли из степи войска кочевников. Он был где-то в районе современного Воронежа. Ну, по крайней мере, река Воронеж тогда уже была. А города Воронежа, естественно, не было. И вот несметные полчища Батыя незамеченными прошли мимо этого отряда. И вот этот отряд пришёл на городеще старая Рязань, когда уже город был разрушен, люди перебиты. Ну, перекрестясь, эти, так сказать, ратники Евпатия Калаврата похоронили всех убиенных. Таким образом возникло кладбище. Вот археологи, ну, пробив, так сказать, шурфы, оценили размеры кладбища, оценили численность населения, вот, так сказать, мгновенный срез, да. Другое такое, в кавычках, удачное стечение обстоятельств, ну, для учёных действительно удачно. Случилось как Геркуланум и Помпеи, да, которых накрыло, значит, очень редкое, кстати, явление, как оказывается, накрыло вулканическим пеплом. И тоже зафиксировали численность населения в этом городе. Вот такие вот удачные случаи позволяют иногда оценить численность населения. То есть в эпоху, когда религиозность была массовой, и, в общем-то говоря, нормальному человеку обязательно надо было появиться в церкви на службе, только болезнь была извинительна, то вот по размеру, по площади храма можно было оценить количество людей, которые он мог вместить. Вот, то есть это тоже очень важный критерий оценки. То есть кто во что гораздо оценивает, да, по любым вторичным качествам, по размерам помоек, да, вот окаменевших, всё что угодно. Даже, оказывается, исследование меню римского легионера провели, значит, опять же, по этим самым помойкам Великобритании. Вот нашли там окаменелые кое-что, да, вот такие дела. Ну ладно, значит, цифры откуда-то должны взяться. Такое мы длинное отступление по поводу того, что надо любой ценой исследователь, да, исследователь должен биться за то, чтобы получить. Но цифры уже по современности, конечно, по 20-му столетии данные должны быть достаточно выверены с помощью демографических справочников и архивов. Это, конечно, без сомнения. Да, сейчас у нас, слава богу, уже существует статистика, которая, конечно, врет. Ну, в которой можно рассчитать погрешность. Которую можно рассчитать погрешность, но это когда честная статистика, когда статистика специально искажённая, а с этим часто встречается, вот приходится иметь дело, иметь место быть. В 20-й век, век больших политических потрясений, иногда с целью показать замечательные результаты той или иной демографической политики, можно было исказить немножко данные, а что-то, наоборот, скрыть. Но наверняка во времена гитлеровской Германии миллионное истребление населения скрывало, в статистику не попадало. То есть, те миллионы уничтоженных в концлагерях смерти, они никак в статистике не отражались. И, кстати говоря, оценка конкретной численности потерь в Великой Отечественной войне советского народа до сих пор как-то вот она такая, немножко приблизительная, как говорят. Даже вот такая очень важная цифра, очень важная для историков и для политиков цифра. Ну ладно, вернёмся к нашей игре. Итак, собрались мы вот с помощью вот этой вот формулы, а формула изображает нас гиперболу. Что это значит такое гипербола? Давайте вам покажу. Вот, что это значит. Вот эта величина N, ну, буквка N, всякие числа хорошо обозначают, численность населения. Население, например. Ведёт себя следующим образом. Дробь. А в нижней части дроби две величины. T – это время. Наверное, то время, когда должен произойти, нет? Нет. T – это просто время, прошедшее, ну, скажем, с момента начала отсчёта, как говорят физики. Ну, в нашем случае с момента начала действующего летоисчисления. В нашем случае с Рождества Христова. Вот, принято в европейских странах и в России тоже. А вот это вот у нас время, момент, цифра, ну, момент времени, в который вот эта наша численность населения, прогнозируемая, оценивая, должна превратиться в бесконечность. Момент времени вот этот вот, когда T достигнет значения T, K, буквка K, конечно, обозначает конец чего-то. Ну, конец вот той парадигмы развития, которая сейчас действует. Вот так вот. Значит, я лично от себя очень сильно сомневаюсь, что действительно вот гиперболический закон отражает какую-то, скажем так, физику процесса. Я с ним сталкивался, знаете, когда? Значит, есть такая зависимость, кривая зависимости активности продуктов деления ядер урана. Вот когда ядра урана делятся, образуется много-много разных радиоактивных изотопов. Они начинают, ну, быть радиоактивными, распадаться. И вот когда изотоп распадается, образуется новый, тоже радиоактивный изотоп. Он тоже распадается. И вот суммарная активность этой смеси изотопов, значит, она ведет себя, ее принято вот этими физиками, которые изучают ионизирующее излучение, дозиметристами, радиологами, не знаю, как лучше их назвать, описывать вот такой вот гиперболической зависимости. Очень хорошо описывает. Хотя мы-то понимаем, что никакой там гиперболы, как решение дифференциального уравнения, там нет. Вот для вас, если вы не математик, слово вот это решение дифференциального уравнения не звучит, ну, никак. А вот для меня это очень важно, потому что я уверовал, что законы природы, очень многие, очень многие процессы описываются дифференциальными уравнениями. Связь между функцией, ее скоростью, величинами всякими, описывается очень хорошими дифференциальными уравнениями, да, конкретными, чисто конкретными для каждого случая. И вот они-то вот так себя ведут. Итак, начнем. Значит, будем брать экспериментальные данные и пытаться по ним определить вот эти вот величины k и tk, момент смерти. Момент к окончанию вот этой вот динамики развития. Как нам это в этом случае поступить? Ну, вот числа есть. Это я просто, в общем, более-менее от фонаря, потом скажу, от какого фонаря в конце. Эти числа я придумал и взял из головы. Вот табличка, вот полюбуйтесь на нее. Эта табличка вот именно так выглядит в интернете, не в интернете, простите, в Excel. Вот она табличка, слева ряд цифр, да, 5, 6, 7, 8, 9, это номера строк в таблице. А и Б – это индексы, указывающие столбец в этой нашей электронной таблице. В электронной таблице столбец указывает. Ну, вот смотрите, в нулевой год, это, наверное, год Рождества Христова, значит, где-то там численность населения составляла 50 каких-то единиц. Ну, например, 50 тысяч человек, 50 миллионов человек, не знаю. Ну, я не думаю, что 50 миллионов человек было, скорее всего. Нет, ну, у нас игровая задачка, это же не настоящее все, это все не настоящее. И потом стало изменяться. Вот так вот, с шагом в 50 лет, у нас есть дальше данные. Через 50 лет их было 51 миллион, а через 500 лет 66. Достаточно медленно растущее, как мы всегда вам рассказывали, что за первый миллиард численности населения был достигнут, по-моему, только 1900 году. Ну, да, но медленно растущее, но стабильно растущее, что очень немаловажно. Медленно, но стабильно растущее. То есть она не остается на одном и том же уровне, как в истории человечества. Очень долго население оставалось на одном и том же уровне из-за большого роста болезни. То есть рождение не превышало смертность. И смертность не уничтожила. Вот эта ваша фраза, она, конечно, замечательная, я ее очень уважаю, но реально, да, эти промежутки времени некоторое время продолжались, понимаете? Тем не менее, они чередовались с периодами роста населения. Ну и сильного падения. То есть реально, реальная имитация выглядит следующим образом. Есть некая вот эта вот гиперболическая зависимость, которую мы хотим построить, а вокруг нее так вот дрожит реальная численность населения. Это в лучшем случае, если без сильных потрясений. Но бывают очень сильные провалы, как, например, чума в Европе, которая из 50 миллионов человек унесла 25 миллионов. Ну это чума, от этой чумы пострадала только Европа. В этом-то и устойчивость нашей популяции человеческой, как биологического вида. То, что люди сумели заселить практически всю, так сказать, сушу, кроме Антарктиды. Ну даже в Антарктиде сейчас полярники живут, а в Гренландии, так там просто есть местное население, которое этим гренландским льдом, ну вот, кормится. Ну не гренландским льдом, а тем, что вокруг этого гренландского льда бегает там, да, и бегает с пушистыми хвостами. Вот, вот эти они все там, значит, как-то умеют пережить эту ситуацию. Ну так вот, вот они там чиселки меняются, давайте так на них поглядим просто. Вот они меняются, 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 меняются. Так вот они меняются, меняются. И доменялись они постепенно до 1950 года. И достигли к этому году двух тысяч, ну, наверное, двух тысяч миллионов. Задача условная, эти цифры взяты из головы, двух миллиардов. Двух миллиардов. В принципе, к 1950 году приблизительно эта численность населения была и достигнута. Вот захочешь соврать, а не дадут, оказывается, что так оно и есть. Ну приблизительно. Да, ну приблизительно. Вот оказалось, так оно и есть. Вот, пытался, честно пытался соврать, а попал в точку, да. Вот, кстати говоря, интересно очень, что бывают такие ситуации, когда любая такая вот вымышленная модель оказывается похожей на реальную динамику какого-то процесса. Это свидетельствует скорее не о том, что удачно так вот придумал человек эту модель, а о том, что динамика процесса такова, что под нее можно подложить, как говорят, любую математическую модель. То ли недостаточно хорошо произмеренно, то ли еще что. Ну хорошо. Цифры есть. Как на них накладывать? Я вам говорил про метод на меньше квадратов, который заключался вот в чем. Нужно так построить функциональную зависимость, ну вот, скажем, с помощью вот этих k и tk, чтобы теоретическая зависимость, построенная по этой формуле, наименьшим образом отличалась от фактических данных, от экспериментальных значений, так вот говорят физики. Но что значит наилучшим образом совпадало, то есть как можно меньше отличалось? В каком смысле? Вот в смысле минимума дисперсии, минимума суммы квадратов отклонения. Это называется метод наименьших квадратов. Я вам про него рассказывал, когда говорил просто о построении линейного тренда, линейной зависимости. Вот линейную зависимость построить таким образом очень просто. А тут у нас не линейная зависимость, у нас тут гипербола. Оно и гиперболу можно построить, потому что есть методы, позволяющие минимизировать все, что угодно. И даже, кстати, в Excel такие методы есть. Но я прибегну к очень простому трюку, который можно сделать, ну, в общем-то, в свое время он делался людьми, даже, ну, можно сказать, так сказать, детьми, учащимися, потому что только их и заставишь считать. Нормальный человек считать ничего не хочет. Все хотят только в кассу за зарплатой. Вот. А дети, вот, пока стипендием не выплатили, их можно, значит, дурить, заставлять считать всякие задачки. Ну, так вот, метод линеализации называется. Надо так переделать немножко эту формулу. Вот вместо n ввести какую-нибудь другую величину. Ну, например, единица делить на n. Вот смотрите-ка. Вот если я возьму единицу делить на n, получится очень хорошая формула, оказывается. Оказывается, эта формула легко превращается в линейную функцию. Вот смотрите-ка. Единица делить на n, это на самом деле у нас что такое? Время вот это конца света, делить на вот ту константу k большое, которая всегда у нас была в числителе функции, и минус 1k t умножить на t. То есть это точная копия того, что мы раньше называли. y равняется b плюс at. В данном случае y это единица на n, b это tk делить на k большое, а b, простите, а это минус единица делить на k. Вот такая вот простенькая формулка. Пожалуйста, y единица на n, b это вот что оно такое, а а вот что. Ну, осталось нам только обозначить x равно t, как мы с вами как-то разделали. Ну, для чего я написал x, y? Ну, чтобы было как-то понятней, единообразней. В свое время мы же строили зависимость y равняется вот ax плюс b. Или b плюс ax. От переменной мест слагаемых сумма не меняется. Вот такая вот замечательная вещь. Ну что ж, давайте строить. У нас была формула, мы в свое время даже были несколько попыток ее вывести на глазах благородной публики для вычисления а и b. Вот она, полюбуйтесь на нее. А, это оказывается вот такая вот интересная формула. Ведь x, y, она не черта. Это среднее. Да, среднее произведение. А дальше минус произведение средних. То есть это очень большая и существенная разница. Да, это вот как посчитать x средний. Собрать все x, вот в данном случае все моменты времени, для которых у нас как бы вот измерено значение численности населения, собрать их, сложить и поделить на количество точек. y, собрать все y, все численности, а все единицы на n в нашем случае. Собрать их, сложить и поделить. А вот что такое среднее произведение x умножить на y? Это надо каждую численность населения, каждую, значит, x, значит, 50, 50-й год, например, умножать на каждый y, на каждое значение вот этого единицы на n. И все это сложить, а потом уже поделить на количество точек. Вот это называется ковариацией, то, что наверху стоит, то, что наверху в верхней части формулы в числителе. А в знаменателе любимая вещь, прям звучащая как музыка. Средний квадрат минус квадрат среднего. Меня очень радует всегда, когда кто-нибудь узнает. Это же дисперсия, говорит он. Я вот как-то раз учил студентов, а с ними занималась одна тетенька, уже взрослая, с большими детьми, а ей нужен был какой-то диплом получить, то ли второй высший, то ли еще чего-то. И вот она так вот сзади, за спинами молодежи сидела, а я им как-то и про дисперсию говорил. А тут нам попалась формула средний квадрат минус квадрат среднего. Что это такое? Она говорит старой тете, дисперсия. Вот недаром бабушка ходила учиться. Как она меня тогда, помню, порадовала, прям до слез. С ней постоянно что-то научила. Ну, действительно, взрослого человека. Ну, ребенку чего, ему всегда легко нехорошему научить, а вот взрослой тете научить, это вообще здорово. Это вообще очень здорово было. Приятно. Вот она, дисперсия, мера наклонения от среднего значения, вот этого, значит, х, в данном случае возрасту. Ну, нижнюю формулку, это я так долго жую, что кто хочет, мог бы ее даже записать. b равняется средний у минус а на х среднее. Вот. Такая вот простая формула. Если поставить а, то достаточно будет формулу а, то есть достаточно будет большая формула. Ну, если бы ее подставлять, ну, может, сначала компьютер нам посчитает а, и все будет хорошо. Ну, что, за работу, товарищ ученый. Значит, вот, организуем процесс вычислений. Очень мило, табличка. Вот она, та же самая табличка, только к ней еще добавлено еще несколько колоночек. c, d и e, да? Тут так принято, в Excel колонки обозначаются латинскими буквами, а строки арабскими цифрами. Вот. В первой колоночке, как был у нас t, так и остался, только мы его переименовали, x равно t написали. Во втором у нас численность населения. А в третьем это единица на n. То есть вещь абсолютно бессмысленная, единица делить на численность населения. Кстати, вот... Процент на определенные отношения. Нет, это не процент. Это вообще бессмысленность. Так вот, с человеческой точки зрения. Если вот численность населения измеряется в людях, да? А тут в обратных людях. В единице делить на человек. В человек минус первой степени. Ну, это вообще шокирующая вещь, да? Или даже обратный миллион человек, как если это 50 миллионов численности населения. Вот такая вещь. Ну, и дальше две колоночки. x квадрат и xy произведения. Вот он там, видите, в седьмой строке. Значит, x квадрат это 2500. А xy это 0, 98, 0, 4. Как считать, помните, да? Надо достаточно в этой строке набить равняется. Потом указать адрес строчки. Какой там у нас был? А7. Вот этот домик и двойка. Значит, будет квадрат. Или xy, где, вот, значит, например, эта клеточка Е7, которая, да? Надо взять, указать, равняется. А7 умножить, такая звездочка, на С7. И все. Вот такая вот. Вот такие вот расчеты. Надо еще ухватить. Покрасить клеточку, ухватить за краешек и потянуть вниз. Я вам расскажу вот что. Есть много всяких замечательных людей, которые учат других людей владению компьютером. Это очень хорошее, благородное занятие. И они очень хорошо правильно объясняют. Но вы знаете, что всегда для несведущего человека самое сложное в работе с компьютером? Не Excel. А чтобы мышкой, вот этим курсором попасть в нужное место. И вы не думайте, что там вот в меню пуск, знаете, такой в левом нижнем углу, есть такая пуск открывается. Там можно найти в разделе программы игры. Игра такая, там, например, сапер. Ну, так вот. Эта игра как раз предназначена не для того, чтобы там играть, развлекаться, значит, вот, значит, сапера. А там такое, так сказать, поле маленькое, клетчатое, как шахматное, да? И там нужно курсорчиком взнимать на клеточку. Клеточка открывается, и открываются все рядом свободные клетки, где нет мин, да? Вот такая вот, такой порядок есть. Вот. И вот так вот, постепенно открывая клеточки, можно соображать, значит, где у нас, значит, находятся мины. Кроме чисто логического развлечения, еще тренировка руки, чтобы клеточкой в нужное место нажать, левой кнопочкой, правой кнопочкой. Вот для этого она и существует. Самое сложное, это вот клеточки цеплять. Я помню, когда я начинал работать в Excel, было непросто уцепить клеточку за правый нижний угол, например, и так вниз протянуть ее. А когда вниз протягиваешь, все эти клеточки заполняются такими же формулами. Только там меняются, значит, да, вот эти вещи. Да, такими же формулами, иногда под следовательностью каких-либо формул, изменяющихся. Да, адреса будут меняться, да, 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 если не ввести так называемой абсолютной адресации. Или относительную адресацию. Да, вот тут у нас относительная адресация. Абсолютную адресацию поставить доллар. Без доллара никуда, как говорит один мой ученик. Вот обязательно надо поставить доллар. Ну, давайте вернемся к нашим задачам. Давайте вернемся к нашим расчетам. Ну, и так вот, когда все это дело протянули мы вниз как следует, посчитал компьютер, заставили его еще посчитать средние значения. Если бы мы в клеточку поставились, там есть наверху значок, соответствующий, который позволяет записывать всякие функции. Например, средние. Ну, и останется только покрасить средние какого набора чисел вы хотите, чтобы он вам посчитал, да. Вот такие вот вещи. Вот он нам тут эти средние-то, похоже, что и посчитал, да. Вот он, средний х оказался, 975 год средний, между нулевым, кстати говоря, и 1950, да. Ну, таки да, 975 год. Вот она, средняя численность населения за все это время, чисто формально посчитанная. Вот за всю с нулевого по 1950 год в нашей игрушке. Вот он, среднее значение у, 1 сотая, среднее значение квадрата, какая-то огромная величина. И среднее значение произведения, скромные, 6,7, приблизительно, 6,694. Вот эти величины посчитаны, средние. Осталось их только поставить в нужную формулу. Это тоже представляется. Так же, как и пишется формула. Единственная особенность, это то, что формулы, ну, во всех известных мне, по крайней мере, наиболее распространенных языках программирования, они пишутся в строчку. Не так, как мы пишем шикарно, там, значит, двухэтажные дроби, а все должно быть написано в строчку. Значит, в скобочках надо написать среднее произведение минус произведение средних, разделить на другую скобочку. Средний квадрат х минус квадрат среднего. Ну, вот результат дает следующее нам значение, товарищи. Вот, посмотрите. А оказалось, вот знаете, что значит фраза 1? А там Е минус 0,5. Это значит, минус единица умножить на 10 в минус пятой степени. Это, короче говоря, минус одна десятитысячная. Вот чему равняется минус единица на К. Это А минус единица на К. А К, кстати, равняется 99 тысяч с лишним. Так вот, конец света в нашей модели, конец парадигмы развития. В середине 97-го года? Да, в середине 97-го года получился. В июне где-то вот. Да, даже где-то поближе к августу. Как раз самое теплое время должна была оказаться планета перенаселена. Вот. Ну, кстати говоря, теперь... А однако мы, видимо, допустили ошибку. Да нет, да тут не ошибка. Это было... Теперь я открою вам, от какого фонаря я строил исходные данные. Когда исходные данные-то я эти вот собирал, я смоделировал такую модель, когда ТК было у меня 2000, а вот это вот К, что наверху стояло, 10 в пятой степени. 10, сколько там у нас получилось-то, нулей? 5, да, 10 в пятой степени. Вот, 10 в пятой степени. А у меня получилось 99 тысяч с лишним. А должно было быть 100 тысяч. Вот мы чуть-чуть совсем ошиблись. Волновавший наш год мы определили, кстати говоря, с точностью 3. Но это, правда, у меня тут точно данные описывали все-таки гиперболическим законом, который я, значит, зашумил более или менее искусно. Зашумил, это, значит, вот создав некие погрешности. А погрешности возникали просто за счет округления. Вот у меня все погрешности возникали. То есть, получается, конец света по вашей модели должен был произойти в 2000 году. Да, и вот вы, кстати говоря, посмотрите, к чему что привело. Вот оценки точности демографической модели. Значит, у меня данные, которые, значит, я использовал формально, имели погрешность на уровне единицы. Вот я писал, 50 миллионов, на самом деле было 50 плюс-минус 1, да? Он округлял их. Кстати, все время в нижнюю сторону округлял. Значит, 50, может быть, плюс 1. Вот он их округлял. Данные такие вот с точностью до единицы, до одного миллиона, представляете, ну, они невозможно совершенно получить. Ни про времена, значит, земной жизни Иисуса Христа, значит, с точностью такой вот оценить до одного миллиона численности населения планеты, ни в наше время, значит, когда миллиардное население с точностью до миллиона, его тоже, я думаю, никто не знает. То есть, никакие демографы откровенно так вот сказать, что вот да, знаем с точностью миллион, нельзя. Дай бог есть с такой точностью известное население Москвы. Ну, хотя, наверное, оно известно с такой даже большей точностью. Хотя эта величина постоянно переменная, да? Постоянно меняется в этом смысле. То есть, приезжают, уезжают, очень трудно уследить за ней. Вот. Так вот, такая вот очень маленькая погрешность, от двух, вот в нулевом году процентов, это 1 на 50, до совершенно исчезающей какой-то, не знаю, одна двухтысячная, это 0,05%. Вот. Даже такая вот погрешность дала нам в результате ошибку в три года, да? На двухтысячи, должно было быть две тысячи, мы ошиблись на три года. Да, вот на уровне две тысячи ошибка три года составила сколько процентов? Совсем незначительную величину. На самом деле, незначительную величину. Значит, полторы десятых процента, так, по-моему, да? А реальные ошибки в численности населения эпохи римских полководцев и римских императоров гораздо выше. То есть, там речь идет не о нескольких процентах, я думаю, о десятках процентов, в лучшем случае, а иногда, так, шепотом в сторону, разы, как называется, сотни процентов. Я думаю, что и такое тоже могло быть. Чем дальше вглубь веков, тем ошибка, естественно, больше. Относительная, по крайней мере. Вот. Ну, вот судите сами, с какой точностью мы, да, вот эта модель предсказывает демографический переход в 2015, кажется, году, да? Вот в районе 2015 года. Точность явная, не больше... Ошибка неревна не меньше нескольких десятилетий. Так что, вот, еще одна причина не радоваться, что скоро все кончится. Это еще может продолжаться все столетие, которое нас впереди ждет. Ну, вот, теперь давайте займемся еще одной моделькой. Да, проверим точность этой модели. Помните, остаточная дисперсия. Вот у нас фактические значения. И теоретические. Да, это столбик H, N написано. И столбик G, теоретический, да, N, T, R, да. Эпсилон, это разность между ними. Фактические значения, минус теоретический. Эпсилон, квадрат, да. Видите, есть эпсилон положительный, есть отрицательный. То есть, так откровенно в обе стороны ошибаемся, да, неизвестно, в какую сторону чаще ошибаемся. И вот вам результат вычисления. Суммы опять внизу стоят. Вот они, суммы квадратов отклонений. В чем они заключаются? А вот она, средняя, остаточная дисперсия, 171 квадратный миллион. Вот, или квадратный человек. И S остаточная, сигма остаточная. Это остаточное среднее квадратическое отклонение, корень из дисперсии. Как можно и квадратных людей перевести? Квадратные люди. Ну вот дисперсия, это величина, которая в квадратных единицах измеряется. Я думаю, что человек, который внимательно изучает статистику народа, населения, он понял, почему люди мало рожают. Потому что дисперсия числа родившихся, она измеряется в квадратных новорожденных. Квадратные младенцы. Представьте себе, как тяжело с ними иметь дело в родильных домах матерям и акушерам-гинекологам. Это кошмар. Ну и речь, это шутка, конечно. Но вот дисперсия меряется в квадратных единицах. У дисперсии есть свои, значит, достоинства, плюсы. Ну вот о них можно поговорить, что когда вот разные факторы, каждый из факторов дает ошибку, разброс какой-либо величины, то складывается не среднее квадратическое отклонение, которое вот непосредственно в миллионах людей в нашем случае измеряется. У нас эта погрешность оказалась в 13 миллионов. То есть с помощью нашей кривой мы можем предсказывать по данным, которые нам известны с точностью 1 миллион, предсказывать, значит, точностью 13 миллионов. Видите, как раздувается наша погрешность, ошибочка. Вот, не здорово. Кстати, вся эта погрешность накопилась в последние годы. Вот на нашей кривой. Так, гораздо более живая для нас задача – это моделирование демографической ситуации в стране. У нас с вами был такой многокомпонентный анализ населения. Вот посмотрите, сейчас я вам объясню, что у меня в колонках. Это вот две колоночки Б и С. Видите, они сверху заглавлены цифрами 0 и 10. 0, 10, 10, 20. Это, значит, интервал возрастов, да, или возрастов. Я не знаю, как ставить правильное удаление. Возрастной интервал. Возрастной интервал, ловко. Вот это вот возрастной интервал. Вот в возрастном интервале от 0 до 10 лет, следующая колоночка обозначена буквой D, D. Это буквой, с буквы D начинается английское слово, означающее смерть. Это вот такая доля населения в возрасте от 0 до 10 лет не доживет до, значит, 10 лет. Не перейдет в следующую возрастную группу. То есть в возрасте 80 лет, то есть то 100%, что все население... Ну, что все население после 80 лет рано или поздно умрет. Это такая очень мудрая и почти наверняка правильная мысль. Вот. Ну, умрут все, кто не доживут до конца света. Дожившие до конца света умереть не сумеют. Вот. N – это рождаемость. Вот, например, лица в возрасте от 0 до 10 лет детей у нас не производят. 0 она равняется, да? А лица в возрасте от 10 до 20, они производят. Вот на каждого человека в среднем производится 0,05 человека. 5%. То есть 5% населения становятся отцами или матерями и производят, значит, кого-то там вот. Ну, вот, например, у нас следующая колоночка, на которой в верхней позиции почему-то написано буква 0. 0 – это значит нулевой момент времени. Вот. 3500 человек произведут на свет, знаете сколько? 175 человек. Это вот какое-то население, видимо, маленького городка. Вот у нас вот такая вот возрастная структура. 3000, 3500 человек. Вот максимум как раз 10-20 лет. То есть кто доживает до этих возрастов, что ли, вы это имеете в виду? Нет, это сколько на данный момент есть. Это структура населения. Ну да, да. Если все это просуммировать, это будет общая численность населения нашего маленького условного мифического городка. Какой-нибудь там... Поселка, да. Да, Тивенпикс какой-нибудь. Ну вот посмотрели, да. Смертность у нас сначала... Она у нас все время что-то растет, растет, какая-то такая вот, да, смертность. Вот люди в больших возрастах уже умирают с большей вероятностью. И рождаемость у нас самая большая возраст от 20 до 30 лет – 0,5. Это значит, с вероятностью 0,5, ну, с коэффициентом 0,5 появится численность населения. Значит, 3000 человек у нас в возрасте от 20... 3200 в возрасте от 20 до 30 человек. То есть к следующей десятилетию они изготовят 1600 новорожденных, но не квадратных, а обыкновенных. Квадратных новорожденных от дисперсии. Ну вот так вот. Вот такие вот циферки интересные, любопытные. Как все, что считается. Сейчас вам покажем. Вот, например, численность населения через 10 лет. Вот эта колоночка Г большая, да, видите, латинская Г или Ж, я уж не знаю как. Обозначена циферка 10 там. Численность населения, как посчитать. Вот смотрите как. Ну, вот это слово равняется целое. Это только для того я вставил, чтобы убрать все эти вот запятые и числа после запятых. Потому что не целого количества людей в моей модели быть не может. Это действительно актуально. Люди, да. Вот видите, что там написано. F2. Что это за такое F2? Смотрим. F2-клеточка. Это количество людей в возрасте от нуля до 10 лет, которые были у нас вот в нулевой год. F2. Умножить на единицу минус доллар D2. Что такое за клеточка D2? А D2 это вероятность умереть в возрасте от нуля до 10 лет. 0,05. Это, соответственно, единица минус 0,05. То есть 0,95 – это вероятность выжить в первые десятилетия своей жизни. Вот такая вот вероятность. Потом, значит, смертность у нас постоянно растет, кстати, в нашей модели. Такая уж модель у нас. Вот. Вот так вот. Для чего был доллар? А это для того, чтобы, покрасив клеточку, ухватив ее за правый нижний угол, протянуть вниз. И вот, чтобы он все нам так вот и просчитал бы. D2 будет везде. D2 и вправо тянуть так хорошо очень. Ну вот. Благодаря этому доллару. Спасибо доллару в данном случае этому значку. Конечно, к валюте и к платежам он не имеет никакого отношения. Ну вот так вот можно все и сосчитать. Кстати говоря, вот длинные-длинные мучительные формулы для вычисления количества новорожденных. Единственная длинная формула, где надо долго считать. Вот они. Е2, это как раз рождаемость в возрасте от нуля до 10 лет. Она у нас равна нулю. Умножить на F2, на численность населения в этом возрасте. Вот сколько они родили. Ноль они родили. Ну и так далее. Все численности вплоть до 80 лет тут у нас и перебираются. Вот таков расчетится у нас. Вот, например, посчитано для 10-летнего интервала. Вот через 10 лет у нас, скажем, количество 80-летних увеличится. Да, видите, будет вот 600. Вот, ну, так вот протянув вправо эту таблицу, это, конечно, очень здорово, но на таблицу смотреть скучно. Вот она, как меняется численность населения. Сейчас мы можем теперь поиграть, посмотреть, что... Вот, кстати, эту кривую рисует, например, робот-компьютер, рисует такую кривую. Вот именно в таком виде это Excel нарисовал я. Вот. Можно посмотреть, чем все это кончится. Как повлиять? Ведь можно, скажем, бороться за увеличение продолжительности жизни. Бороться за снижение вероятности смерти людей, да? Вот. Как это приведет к изменению численности населения. Вот давайте посмотрим на эту картинку, что у нас сейчас есть, повнимательнее, да? Чтобы она врезалась в память. Чтобы она врезалась в память у нас, чтобы сравнить ее со следующей картинкой. Сейчас мы к ней так вот немножко прицепимся и посмотрим. Так, вот где-то на 31-м, значит, десятилетии численность населения городка упадет с 20 тысяч до 5 тысяч, да? Вот. Это в другом виде нарисовано, как вам больше нравится. Это наш слайдист такой переоформили. Вот. Вот мы изменили, продлили, уменьшили смертность. Да, то есть была 0,4, стала 0,3. Увеличилась продолжительность жизни. Да, то есть увеличилась продолжительность жизни фактически. То есть снизилась вероятность смерти. Почему это привело? Ну, однако это не сильно, чтобы уменьшить. А почти то же самое. Почти то же самое. Ничего не изменилось. С тех же 20 до 5 тысяч. Стоило ли бороться за выживание? А вот здесь мы увеличили... Рождаемость. Рождаемость. Вот рождаемость кардинально увеличили. У нас там было 0,4, а здесь у нас теперь 0,7, 0,5. Это колоночка Е называется. И как все резко пошло. А вместо спада с 20 тысяч мы пошли вверх. Их дошли до 50. Надо, оказывается, рожать было, а не лечиться от всяких болезней. А если мы и лечение, и рождение? Да, а если мы будем сочетать? Ну, вот смотрите, к 31-му десятилетию, то есть 3 века прошло, численность населения нашего Твин Пикса перешагнула 50-тысячный рубеж. Так, а вот мы увеличили рождаемость и снизили вероятность смертности, скажем так. Ну, рождаемость, то есть продолжительность жизни, это понятное дело. Но вот мы меняли просто коэффициенты смертности. Мы их уменьшали. А, собственно говоря... Ну, чуть больше. Ну, наверное, да, больше, да. Там, если сравнить, цифры, которые у нас есть, это больше, но не настолько. Вот такая вот чудная, замечательная кривая. Вот, как оказывается, можно моделировать. И так и моделируют. Значит, нужно сказать, что еще, помню, когда я-то был, так сказать, дитя компьютеризации, тогда мы ходили со всякими там колодами перфокарт, когда программы на перфокартах писались, такие ящики были, железные, тяжелые, у некоторых авторитетных самых программистов, такой большущий тяжелый ящик с перфокартами. Вот такие вот были вещи. Так вот, в ту пору, значит, старые люди говорили нам, старые инженеры, что в модель заложишь, то и получишь. То есть любые наши ошибки, которые мы в модель заложим, они могут не проявиться, когда мы сравниваем результаты модели, ну, скажем, с какими-то вот, ну, с фактическими данными, по которым можно проверить. И в то же время могут проявиться в какой-то другой момент времени. Вот по поводу более сложных моделей, которые сравнивают процесс, не только демографический процесс, демографический процесс, вмонтированный, скажем так, в экономику. Вот мы на эту тему в будущий раз поговорим. И в будущий раз у нас с вами последний раз, это последний случай будет призвать вас заняться исправлением демографической ситуации. Важно не столько снизить нашу персональную смертность, сколько повысить рождаемость. Вот он, единственный выход. Вы нам скажете, вы заложили это в модель. Ну. И еще мы, наверное, в итоге повторим так вкратце все, что мы затронули в теме демографии, чтобы как-то освежить в памяти, чтобы это осталось в итоге. Вот. Мы уже, ну, я, по крайней мере, охрип уже, призывая вас решить демографическую задачу, скоро мой голос не будет вас будоражить и будить. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания.